Вот заплатил, все прошло, нормально все. Тахир Зиединов за рулем автомобиля более 43 лет ездит ежедневно, поэтому приходится пользоваться муниципальными паркингами. Все равно, часто не часто, приходится стоять, приходится платить вовремя. Если вовремя плачешь, никаких проблем нет. Количество водителей, которые оставляют свое авто на платных городских парковках, растет. За место на парковке заплатили порядка 126 миллионов рублей. Это на 65% больше, чем годом ранее. Эта платная парковка практически в центре Казани, около Черного озера. Из десятка машин, которые здесь припаркованы, уклониться от уплаты за парковку попытался лишь один водитель. Прикрыл госномер снегом. Таких водителей в Казани становится меньше. А количество машин без госномеров на городских парковках по итогам прошлого года сократилось в 4,5 раза. Надо, конечно, если платная парковка положена, платить надо. Ну, негативно, конечно. Потому что бывает то, что ты приезжаешь на парковку, хочешь поставить машину, готов заплатить за это деньги, соответственно, а мест нет. В целом, конечно, не очень хорошо отношусь. Естественно, что же прятать-то свои номера. Сокращение связывают с такой мерой, как блокираторы колес. После их установки владельцы окно не может уехать с парковки. Их начали применять в декабре 2021 года. За прошедший год владельцев машин без госномеров или с закрытыми номерами оштрафовали почти на 400 тысяч рублей. Чаще всего уклониться от уплаты пытаются владельцы дорогих автомобилей и студенты. Радует снижение числа любителей парковки со снятыми номерами. То, что мы хотели, наш посыл услышим. Он усвоен, как и тех, кто добровольно оплачивает штрафы. Главное сделать правильные выводы. Нет нарушения, нет взысканий. В 2022 году административные комиссии рассмотрели порядка 107 тысяч дел. Это нарушения за уличную торговлю, правил благоустройства и размещение рекламы в общественных местах. Чаще штрафовали за неуплату парковки и стоянку в зеленой зоне. Нарушители ловили с помощью фото и видеофиксации. Эти системы в столице модернизировали. Теперь при рассмотрении дел с материалами автоматической фотофиксации правонарушений, полученных с применением специальных технических средств, открывается панорамный просмотр городских улиц, что позволило повысить качество и ускорить процесс рассмотрения административных материалов. В прошлом году сократилось число недобросовестных платильщиков. Казанцы стали чаще оплачивать штрафы добровольно, то есть в течение 60 дней. Алена Струминская, Данил Филатов, ТНВ, Казань.